Салют, я Иван Толмачев, а вы смотрите самый народный канал Дай5 и шоу Плюс Минус. На этот раз участники группы захотели увидеть в выпуске тему iPhone. Недавно прошла презентация Apple, к которой было приковано внимание всех любителей электронных устройств и IT-сферы. Там презентовали новую модель iPhone, которая уже хочет огромное количество людей. В этом выпуске я хочу попробовать понять, почему все люди так сильно любят айфоны и стоит ли вообще уделять ему такое внимание. Итак, давайте разберем плюсы и минусы айфона. Поехали! Минусы. Первый минус. Цена. Это главный барьер для новых пользователей. Новый айфон стоит дороже, чем весьма мощный компьютер. И это зачастую обескураживает. Да что говорить, даже поддержанный автомобиль можно купить за эту стоимость. И в то же время смартфоны на Android со схожими характеристиками можно купить гораздо дешевле. Учитывая эти сравнения, возникает резонный вопрос. А стоит ли iPhone своих денег? Хотя стабильно высокие продажи намекают, что стоит. И да, сюда же стоит отнести все сопутствующие товары, цена на которые сильно завышена. Не говоря уже о ремонте. Второй минус. Закрытость. Файловая система айфонов закрыта для свободной работы с ней. То есть вы не сможете пользоваться айфоном, как скажем, флешкой. Если хотите просто подключить устройство и скинуть пару файлов. Для того, чтобы перекинуть на айфон документ, видео или аудио, вам обязательно понадобится iTunes, который стоит далеко не на всех устройствах. А значит, если вы не у себя дома, вам придется его устанавливать и тратить лишнее время. Да и подключить айфон бывает непросто, если вы, например, забыли шнур от него. Лишний microUSB всегда может заваляться в шкафу у каждого. В отличие от шнура для айфона, у которого свой собственный разъем. Который, к слову, как я уже говорил, стоит кучу денег, если провод повредится. Третий минус. Выбор. Это может быть одновременно и сильной, слабой стороной. И сейчас я объясню почему. Каждая модель телефона выходила в одной вариации. Ну, с парой цветов. Ну, а сегодня еще и в двух размерах. Но в остальном выбора пользователям не предоставляется. Многие любят внешний вид айфона 5S. И им не нравится курс, взятый в шестерке. Но если ты хочешь новый айфон, у тебя просто нет выбора, потому что нет альтернативы. Ну, а если даже не говорить про внешний вид, а подойти, скажем так, с другой стороны, то многие пользователи были бы рады использовать iOS со всеми сервисами айфона. Но, например, в более простой комплектации. Я знаю, что оба эти направления расширения выбора, скажем так, то есть форма и параметры, лишили бы айфон некой элитарности. Но, тем не менее, факт, что выбирать покупателям не позволяют, я считаю своего рода недостатком. Это были основные недостатки айфона. Соглашаться с ними или нет, конечно, дело ваше. Ну, а я тем временем готов перейти к плюсам. Плюсы. Первый плюс. Качество. Покупая продукцию Apple, вы можете быть уверены, что никаких сбоев в работе не будет. Это справедливо, естественно, и для айфона. Вам не попадется кривая сборка с люфтами. Ну, а даже если так, то политика компании позволяет обменять такой телефон на новый. Вы никогда не получите, когда в мешке. Айфон – это всегда качество и высокий уровень исполнения. Стабильная и плавная работа телефона, оптимизация приложений и сопутствующих устройств – это то, чего можно ожидать от покупки айфон. Второй плюс. Поддержка. Все айфоны имеют продолжительный срок поддержки. Вам будут приходить обновления по меньшей мере года три. В течение всего этого времени у вас будет самая актуальная версия прошивки, и не получится так, что вы зависнете на какой-нибудь старой версии. Эта проблема свойственна практически всем смартфонам на Android. Так, например, на самую последнюю версию, Lollipop 5.1, перешли всего 5% всех устройств. И даже прошлогодние флагманы могут висеть не только на 4.4, но попадаются и на 4.3. В случае с айфон, ваш телефон устареет гораздо позже, чем конкуренты. Ну а если он у вас есть, то скорее всего вы это не застанете, купив новую версию. Третий плюс. Тренд. Все технологии, которые Apple вводит в айфон, сразу становятся трендовыми, и их подхватывают остальные разработчики. Если, скажем, компания Lenovo введет более совершенный разъем Type-C на свои смартфоны, то это не вынудит все остальные компании под нее подстраиваться. И с этим новым смартфоном она просто и заглохнет. В то же время, такая же инновация от Apple сможет перестроить рынок и сделать его более удобным. То же касается сенсорных экранов. В свое время, еще до айфона, многие считали, что телефон без кнопок – это глупая затея. Стоит ли говорить, что выход айфона – это опроверг? К тому же, технология экрана на айфон пробила путь емкостным дисплеям с мультитач, которые в разы лучше резистивных дисплеев. Ну и на сегодняшний день новая технология 3D Touch, которая появится в новом айфон, может перевернуть классическое управление сенсорными устройствами. Четвертый плюс – совместимость. К айфонам есть огромное количество устройств, гаджетов и прочих аксессуаров, которые полностью с ним совместимы. И дело не только в том, что самих моделей не так много, просто все готовы делать продукцию для смартфонов от Apple. Вы никогда не окажетесь в ситуации, когда на ваш телефон не найдите чехла, пленки или какого-нибудь умного браслета, что мне, как пользователю Windows Phone, очень знакомо. Ну и в завершении тоже можно сказать и о приложениях. Нет, я сейчас не стану говорить про их количество или эксклюзивы. Просто невозможно представить себе ситуацию, в которой какого-то важного приложения или сервиса не будет на айфон, в то время как он будет на других платформах. Итак, плюсов вышло больше. Постойте, Apple-хейтеры, не надо кидаться дизлайками раньше времени. Этот телефон, конечно, не идеален. Но все же во многом, по сравнению со своими конкурентами, он имеет больше преимуществ. И хоть топовые Android-смартфоны уже во многом догоняют продукцию от Apple, тем не менее, на данный момент я считаю плюсы вполне оправданными. Но сейчас давайте посмотрим, согласны ли с этим участники группы. По результатам вашего голосования, 54% участников считают, что минусов больше. На этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Поставьте лайк, если так. Ну а также не забудьте подписаться на канал и вступить в группу ВКонтакте. До свидания. Подпишись на канал. Ну а пока посмотри плюсы и минусы Ларина. И наши родители смотрят избиение геев в России. Субтитры подогнал «Симон»!